Добрый день! Ты на канале ProGavto. И сегодня я рад презентовать новое поколение бестселлера Skoda Octavia 4 поколения. Автомобиль построен на новой электрифицированной платформе с новыми двигателями и функциями ранее недоступными для этого автомобиля. Знакомьтесь, Octavia A8. Автомобиль имеет современный дизайн, новые фишки появились, новые фары, фонари, новый дизайн ключа у Skoda и много новых ассистентов. С ними мы познакомимся поближе. Новая электрифицированная платформа Skoda включает в себя полугибриды и подключаемый гибрид. Для Украины доступны 1,5 литровая TSI на 150 сил с 6-ступенчатой механикой и 1,4 TSI на 150 сил с 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатой классическим автоматом. В ближайшее время будет доступен 1,6 атмосферный двигатель с 6-ступенчатым автоматом, а также бензин на 2 литра топовый на 190 сил и дизеля на 150 сил с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым автоматом. Платформа осталась той же, подвеска у нас идет для Украины всегда с пакетом плохие дороги с усиленной подвеской. Технически она осталась Макферсон, сзади в основном балка, на мощных двигателях это будет на горычажкой или на полном приводе. Диски в базе уже идут 16-е, но в этой модели впервые появилась возможность заказать 19-е диски. Новая оптика в базе идет у нас LED с подсветкой LED. Можно заказать матричные фары, которые вырезают встречные или идущие машины, чтобы не слепить их. Есть возможность заказа адаптивного круиз-контроля или просто радар-детектора. Задние фары тоже стали LED или же они возможны в топ LED комплектации с динамическим поворотником и с эффектом приветствия. Багажник у новой Октавии увеличился на 10 литров и теперь он составляет 600 литров. В багажнике все стандартно. Багажник большой, удобный, есть места для хранения. Снизу у нас находится полноценная запаска. Есть места для крепления сеток, полка снимается, открывается, как всегда у Октавии, все со стеклом. Под капотом новой Октавии тоже произошли небольшие изменения. Капот стал широким, как в Суперби. У него наконец-то появились амортизаторы, которые поддерживают. Появился новый удобный лючок для заправки жидкости. Теперь вы не прольете жидкость, все пойдет куда надо. Остальная компоновка в принципе классическая для Шкоды. Охлаждающая жидкость, тормозная, двигатель, все доступно, все хорошо. А теперь давайте перейдем в салон новой Октавии. Сейчас при заказе автомобиля, если вы заказали опцию без ключевого доступа, датчики идут на всех четырех дверях и на багажнике. Также в дверях появилось место для хранения зонтика или же новой щетки. Раньше оно было под сидением пассажирским, сейчас оно в двери, не мешает, все на месте. Внутри у нас все новое. Вместо крутилочки у нас появились кнопки. Если здесь есть датчик света, то будет авто, включение противотуманок. Это все уже обновлено. Появились новые рули двухспитцевые. В этой машине заказана была цифровая приборная панель, может быть обычная со стрелками, в зависимости от комплектации. В сердце приборки у нас идет магнитола. Магнитола сейчас базовая идет 8-дюймовая. Под заказ может быть доступен Columbus 10-дюймовый с навигацией. В этой машине в средней комплектации магнитола 8-дюймовая с возможностью подключения CarPlay Android Auto. И впервые появилась у Skoda беспроводный CarPlay. Он здесь доступен, можно подключить. Вот мы ее включаем. Теперь у нас климат идет цифровой, никаких крутилок, ничего. Нажимаем кнопку климат и у нас все здесь. Мы его можем включить, выключить, добавить температуры или убавить, синхронизировать, включить подогревы сидений. Все на магнитоле, ничего. Здесь осталось только закрыть заслонки и все. И также можем обдув на стекло или подогрев заднего стекла включить. Также здесь есть датчик давления в шинах. Мы его здесь можем выставить и настроить. Сверху у нас, как обычно для Skoda, большой бокс для очков. Вся подсветка теперь у нас сенсорная. Появилась возможность подсветки макияжных зеркал. В этой машине нет. Также есть возможность заказа контурной подсветки, которая может менять свои цвета. Ну а так у Skoda всякие кармашечки, боксы для хранения. Все как всегда на высоте. Бокс для чашек открывается и закрывается. Тормоз сейчас электромеханический с автохолдом в этой машине. И появились новые USB Type-C. Их теперь пять. Два спереди, два сзади и один в зеркальце. Если вы хотите поставить свой регистратор, чтобы не висели провода, вы его можете подключить там. В принципе остальные кармашки и так далее. Все как обычно для Skoda. Всего много все есть. Сзади же у нас появилось теперь тоже, как я и говорил, два USB и место для хранения гаджетов. То есть дети теперь не будут терять телефоны по всей своей машине. Также есть механический замок. Можно заказать электрозамок детский, если вам это необходимо. С прайсом на новую модель вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте ProgAuto.com.ua. Там же у нас есть вкладка конфигуратор, где вы можете собрать машину своей мечты. Выбрать один из доступных цветов, необходимые вам опции и заказать. Также этот автомобиль есть у нас на тест-драйве в нашем автоцентре. Приезжайте к нам, будем рады. До встречи. Подписывайтесь на канал.